Тем временем прошла неделя с начала нового учебного года и помимо образовательного процесса и прошедшей подготовки к нему, родители всегда волнуют, как их детей кормят в школах. Разговоры о питании в образовательных учреждениях идут не первый год и главным вопросом, как правило, для всех заинтересованных сторон является, как уложиться в 54 рубля на школьный обед и остаться сытым. Действующая система устраивает далеко не всех, но как ее совершенствовать, чтобы были довольны и родители, и организаторы питания, контролирующие органы, власти, выделяющие немалые деньги из бюджета и самое главное, сами дети. В арифметике питания о ее организации разбиралась Туяра Филиппова. Мне нравится больше всего суп. Иногда дают какао и еще печеньки. У четвероклассников 17-й школы Якутска на завтрак сегодня овсяная каша и булочка. Мальчишки съедают по две тарелки. И дело не только во вкусе. Порции маленькие. А то, что вот на 8 рублей 64 на сегодня, вы сами знаете. Мы в магазин пойдем и на 8 рублей я ничего не куплю. Только можем дать 100 грамм каши. Компенсация из бюджета на питание школьников города Якутска. Для всех учащихся начальных классов 8 рублей 64 копейки в день. На эту сумму можно приготовить кашу и компот или печенье или булочку с чаем. Для детей льготных категорий 54 рубля в день. Как правило, подают суп или второе блюдо с хлебом и чаем. С каждым годом количество льготников в школах растет, а суммы субсидий остаются прежними. Количество многодетных семей, малоимущих семей растет с каждым годом. Но по положению питаются, пользуются компенсацией на питание 30% от общего количества. Всех охватить невозможно, конечно. Но 30% мне кажется, это немножко маловато. Чиновники разъясняют, что бесплатным по закону у нас является только образование, содержание, в том числе питание, услуги платные. То есть, если бесплатно на государственную субсидию могут питаться дети из малобеспеченных семей, то всем остальным школьные столовые предлагают блюда из платного меню. Вот это меню школьные столовые, которые предлагают за 54 рубля. Суп, булочка и компот. А это в свободной продаже котлета, макароны и хлеб тоже с компотом. Ну, в принципе, разница в цене не очень большая. Если здесь 54 рубля, то тут обед нам обходится в 68 рублей. После того, как в некоторых регионах страны возник прецедент социального разделения в школьной столовой, когда разница в меню платников и бесплатников стала слишком очевидной, во многих школах решили ограничиться сбором средств именно на стоимость компенсации. Да и поставщики услуг, имеющие проблемы с долгами, предпочитают ориентироваться на суммы бюджетных субсидий. Сейчас на данный момент вроде ничего, но хотелось бы, чтобы еще побольше было меню, там разнообразие было. Разнообразие меню зависит от поставщика услуг. Действующая система организации школьного питания предполагает проведение управлениями образования муниципалитетов и животных конкурсов. Побеждает тот предприниматель, который предлагает наименьшие расходы. Между тем, проведенный в 2014 году мониторинг школьного питания в республике показал неэффективное использование бюджетных средств и несбалансированность рационов питания. Предприниматели, в свою очередь, сетуют на несовершенство контрактной системы. Допустим, у нас сентябрь уже начался, мы начинаем кормить, и денег-то нету, аванса нету. И вот мы накормим, и мы эти деньги уже получим только в октябре-ноябре. Одним из выходов из этой ситуации может стать создание крупных школьных комбинатов. К примеру, неренглинским школьникам комбинат питания, обслуживающий весь район, предлагает обеды на выбор из нескольких видов блюд по предварительному индивидуальному заказу. При этом обходится это родителям 80-100 рублей. Мирненским школьникам с этого года стали давать дополнительно молоко местных производителей. В селах, под спорьем для школьных столовых, становятся собственные приусадебные участки. Вот и получается, что каждая школа кормит как может. Единое меню сбалансированного рационального питания для всех школ. Вот такое меню действительно нам сегодня необходимо. Я думаю, обед все-таки он должен стоить не меньше 150 рублей. Это хороший, полноценный обед с первым, вторым, третьим витаминизированным блюдом. Предложение сторон сегодня сводится к тому, чтобы родители не перекладывали ответственность за питание детей на школу и государство. Усиливался контроль над проведением конкурсов и тендеров. Предлагают также создать отдельный орган по опыту других регионов по организации социального питания и даже принять соответствующий региональный закон. Туяра Филипова, Евгений Рязанский, Ая Ламосов, Якутск, Нерюнгри, Якутия, день за днем.